Всем привет, гости и подписчики канала Сравним. Пока вы смотрите этот выпуск, я наконец-то оторвался от своего компа и уехал в микроотпуск. Поэтому он обычного хронометража, а не как предыдущий. Ну а как вернусь, посмотрим на результаты предыдущего выпуска и сделаем выводы, как дальше быть. Не за... Брайан Эрл Спилмер. Имя как удушители, ты часом не маньяк. Да брось. Больше не появляйся. Начну я с Доминика Торетто, талантливого уличного гонщика, которого уважают и ценят. Эту роль исполнил один из главных лысых всех времен и народов Вин Дизель в возрасте 34 лет. К тому времени актер уже был весьма популярен благодаря ролям в фильмах «Черная дыра» и «Вышебалы». Но именно «Форсаж» сделал Дизеля всемирно известным. После этого было много крутых ролей, самое блестящее из которых дерево, которое зовут Грут, в «Стражах галактики», где Дизель получил 23 миллиона долларов за одну фразу, которую он повторял весь фильм. Сейчас актеру 57 лет, и он по-прежнему востребован как актер. Осторожно, осторожно. Торетто! В мой дом пришла полиция. Они опозорили мою семью, потому что меня кто-то продал. Знаешь что? Меня стал ты. Джонни Трана сыграл Рик Юн. По фильму «Опытный уличный гонщик» и лидер банды, которая контролировала территорию. Актеру до тот момент было 30 лет, и для него «Форсаж» стал первым глобальным успехом в кино, после которого актера замечают и приглашают сниматься в многих других голливудских фильмах. Но снимается Рик не так часто. Всю свою карьеру сыграет всего в 20 с лишним кинолентах. И в последнее время, в возрасте 52 лет, практически не снимается в кино. Смотрите, кто пришел. Старый койот вернулся. А я думал, ты сыт, малыш. А это Леон. Еще один уличный гонщик, с отличными навыками вождения. Он был одним из четырех членов команды Торетто, которые угоняли машины. Роль исполнил Джонни Стронг, 22-летний актер, для которого фильм хоть и не был первым в карьере, но точно стал первым крупным проектом. Сразу же после 2001 года актер пропадет на долгих 9 лет и вернется в кино в главной роли фильма «Грешники и святые». Но в дальнейшем вновь затеряется в малоприменных кинолентах, пока в прошлом году не сыграет главную роль в весьма известном фильме «Уцелевший». Сейчас Джонни Стронгу 44 года. Джесси, которого играет 25-летний Чет Линберг, был другом Доминика Торетто и работал механиком в его команде. Актер и до форсажа имел различные второстепенные роли в известных фильмах. Продолжит он это делать и после съемок. За всю свою карьеру Чет Линберг пока так и не сыграл главные роли в крупном проекте. Сейчас Чету 47 лет и у него все еще впереди, но это не точно. Ноэль Гульеми сыграл Гектора, гонщика и организатора гонок. 31-летний актер, как и предыдущий его коллега, в основном играл мелкие роли до форсажа и ничего не изменилось после съемок. На текущий момент за плечами актера более 228 ролей в кино, несмотря на 53-летний возраст. А это еще один герой эпизода, Лэнсон Гуен, которого сыграл филиппинский 27-летний актер Рэг Гилли. Он также играл и продолжает играть мелкие роли в различных повествах киноработах. Я бы отметил его появление в «Пиратах Крыпского моря» и сериале «Грим». На текущий момент Рэг Гилли 49 лет, и он продолжает сниматься в эпизодах. Харизматичный Тед Ливайн сыграл сержанта Таннера, босса главного героя. На тот момент актеру было 44 года, и он был известен благодаря роли в «Молчание ягнят» и фильму «Пуля» 1995 года. Актер после «Форсажа» сыграет не одну заметную роль в голливудских фильмах, но к текущему времени подходит в роли актера эпизодов в возрасте 67 лет. Винс был уличным гонщиком с большим опытом. Этого героя сыграл актер Мэтт Шульца, которому было тогда 29 лет, и он был неизвестен для съемок в этой киноленте. А вот после примет участие в «Перевозчике» на заметной роли, а пятый «Форсаж» для актера станет одной из последней роли в кино. Потом он появится на телеэкранах лишь спустя 7 лет, в кино «Точка отрыва» и вновь пропадет с экранов. Сейчас Мэтту 52 года, и он не снимается в кино. Эдвин, которого сыграет 25-летний Джарул, был тоже уличным гонщиком и хорошим другом Доминика Торетт. Для актера и рэп-исполнителя это была первая крупная киноработа. Но больше он, можно сказать, и не снимется на заметных ролях, кроме разве что боевика с сигалом «Ни жив, ни мертв». Сейчас актеру 48 лет, и он редко снимается в кино, играя в эпизодах. 45-летний актер Витта Руджинс сыграл Гарри, владельца магазина автозапчастей. Актеру было не привыкать сниматься в эпизодах различных кинолент, и съемки «Форсажа» никак не повлияют на его карьеру. И он продолжит играть эпизодические роли в сериалах и фильмах, что и продолжает делать сейчас в возрасте 68 лет. «Мьюз» — это еще один не сильно заметный персонаж «Форсажа». Его сыграл 44-летний Стэнтон Руджинс, для которого съемки в этом фильме стали последней заметной ролью в кино. Да и в целом его кинокарьера выдавалась достаточно короткой, всего 13 кинолент. Сейчас ему 67 лет, и он занят в съемках в малоизвестных американских фильмах. Дэнни Ямато был членом банды Джонни Трана, и он был неплохим гонщиком. Эту роль сыграл 23-летний Эрджей Девера, и эта роль была первой и последней ролью для актеров кино. Чем все это время занимался мужчина, неизвестно. Но сейчас ему 47 лет, и он занимается продажей автомобилей. Том Берри сыграл роль агента ФБР в возрасте 51 года. Актер играл эпизодические роли и до Форсажа, и после. Отмечу, что он сыграл и во второй части, и пожалуй, больше никакими ролями и не запомнился. Сейчас Том Берри 73 года, и он с 2017-го не снимается в кино. Живо! У меня к тебе вопрос, Тед. Тебя ничего не удивляет? Нет. И еще один эпизодический персонаж Форсажа, которого сыграл Бо Холден в возрасте 41 года. Его героя звали Тед Гасснер, и он был четвертым, кого сыграл актер. После выхода Форсажа карьера Бо никак не изменилась, и он продолжил сниматься в эпизодах различных фильмов и сериалах, вплоть до 2009 года, пока не оставит кино, и переходит в транспортный отдел, где сейчас и работает в свои 64 года. Дэвид Дуглас сыграл Раста Рейсера, уверенного в себе уличного гонщика, который привык побеждать. На тот момент актеру было 23 года, и за его плечами было много эпизодических ролей в малоприметных сериалах. После съемок Форсажа жизнь никак не поменялась, и он по сей день играет в различных эпизодах кинолент в возрасте 46 лет. А это один из главных героев Форсажа, Брайан Аконнор, которого исполнил Пол Уокер. Его герой стал, наверное, главным в его карьере. В первой части актеру было 28 лет, и данная роль помогла актеру подняться на голливудский киноолимп. Брайан исполнит множество главных ролей в различных киноработах, и трагедически покинет этот мир в 40 лет. Последней его ролью станет Форсаж, да и то он там был благодаря лишь компьютерной графике. Подружку Доминика Торетто Лити Ортис сыграла 23-летняя Мишель Редригес, для которой данная роль стала второй в карьере. Но тем не менее, первая роль у Мишель была тоже отменной. Это был фильм «Женский бой». Потом будет «Обитель зла», «Спецназ города ангелов», «Аватар» и многие другие известные киноленты. Но к текущему времени у 46-летней Мишель из известных ролей разве что все та же Лити в 9 и 10-х Форсажах. Ну и в последующий, кто выйдет в 2026 году. А больше ничего по съемкам и нет. За такое можно даже заплатить. А это сестра Торетто Мия, которую сыграла Джордана Брюстер в возрасте 21 года. К этому времени актриса уже успела отметиться в крепком триллере «Факультет», а после Форсажа будет еще парочка крепких ролей. Но в целом актрису помнят, конечно же, именно по франшизе. Сейчас Джордане Брюстер 44 года, и она редко снимается в кино, появляясь в основном только во франшизе. Вот и все. Спасибо, что посмотрели. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...